Всем привет, дорогие друзья! С вами МВИ-921 и сегодня мы приносим извинения М5 Стюарту. Это легкий танк 4 уровня американский. Когда-то я делал по нему видео и он мне жутко не понравился. Именно чем не понравился? Тем, что у него есть фугасы. У фугасов пробой 38 всего лишь миллиметров и урон 175. А попадая в бои, куда его кидает, а его кидает не только к четвертому, вот сейчас мы в топе, такое просто развлекательное фрагодротческое видео, не обращайте внимания на ноги, фоновое. Просто это первый бой, я вот его купил, объясню вам зачем. И вот просто первый бой. И мне он столько удовольствия принес, что я понял, что я что-то в нем не распробовал с первого раза. Ну так вот, рассказываю вам. Раньше, когда он попадал в бои, например, 8 уровня, то стреляя в льва, например, или в какого-то еще бронированного танка фугасами, вы просто не наносили урон вообще. Просто стучали в корпус, пока вам кто-то не открывает. И обычно заканчивается все довольно быстро и одинаково. То сейчас мы имеем возможность покупать кумулятивы. Как вы видите, здесь в боекомплекте у меня 20 фугасов. И в этом бою я буду стрелять почти только фугасами, потому что здесь встречается еще и британский, не знаю, картон уже не картон, британская бумага низкоуровневая пробивается фугасами. С пробоем в 38, они просто феноменальны. И кумулятивы, тут 20 штук с собой ввожу. У кумулятивов средний урон 110, а пробой в 100. То есть с пробоем в 100 вы можете уже того же льва, например, в борта разбирать. Ну, в общем, с восьмыми уровнями уже не будет так много проблем, как было раньше. И это удовольствие, конечно, не дешевое. Кумулятивы стоят дофига серебряных монет, кажется, снаряд, по-моему, за две с лишним тысячи, по-моему. Точно не помню, но неважно. И самое-то главное, что стреляя кумулятивами, конечно, ни о каком фарме не может быть речи, о нем нужно забыть. Но, однако, для чего вообще я начал разговор опять про M5 Стюарт, в честь чего я решил его купить. Вот вам рассказываю. С появлением патча 0.8.2, помимо китайской ветки танков, появится еще продолжение американской ветки. И это будет довольно интересная вещь. И американская ветка начнется с танка М7. Сейчас М7 с этого танка можно перейти на М4, господи, на Мчазева. И потом, когда выйдет патч, на Мчазева уже с М7 перейти будет нельзя. Поэтому, если у вас вдруг есть идея исследовать СТ-шки именно через Мчазева, то занимайтесь этим сейчас, в ближайшее время. Потому как с патчем 0.8, который выйдет в декабре, уже нельзя будет перейти на Мчазева. Но ветка после М7 будет продолжена. Появятся после нее два легких танка Т-21 и Т-71, которые будут довольно странного. Шестого и седьмого уровня легкие танки. Честно говоря, интересно, что это будут за машины. Потом будет два СТ, Т-69 и Т-54Е1 и тяжелый танк на десятом уровне Т-57. Самая изюминка и самая потрясающая новость всей этой темы, что три последних танка, два СТ и ТТ будут с барабанами. А известно всем, друзья, что нагибают в этой игре танки с барабанами. Но имеется ввиду, если у вас руки верно подвешены, то с барабаном вы можете выехать, дать в обмен на вражеский один урон своих, например, 3 или 4. И за счет этого, собственно говоря, все их большущие, огромные преимущества. И все технические характеристики пока особо неизвестны. Ну, в данный момент я просто не особо гуглил. Можно, конечно, заняться вопросом поплотнее, но не было желания. Знаю лишь одно, что тяжелый танк на уровне 10 будет нечто подобным AMX-50B, который есть сейчас. У него будет база от М103. То есть такая более-менее устойчивая к урону, но довольно картонная башня. Однако углы, которые там обещают быть, просто феноменальные. Но это будет что-то типа французского картона, но попрочнее. Такая, американский картон. То есть это однозначно интересные машины. Однозначно я в первую очередь в приоритетном порядке буду качать их. Ну и возвращаемся к нашему М5. Почему он? Потому что после него идет М7. Чтобы докачаться с М5 Стюарта до М7, нужно 13 тысяч опыта. Мне задавила жаба исследовать его за свободной. И я решил попробовать его еще раз. Тем более, как я вам уже сказал, с новыми голдовыми кумулятивами за серебро. Дело обстоит гораздо лучше. И я решил просто попробовать, как это все играется. И вот мы, напоминаю вам еще раз, смотрим просто самый первый бой, который я запустил. И сразу оказался в топе с фугасами. И вот получаю максимум удовольствия от нагиба. Дальше что? Если на М7 дом Чазева сейчас 28700 опыта, то когда 82 выйдет, и, честно говоря, неизвестно, сколько нужно будет опыта, чтобы перейти на новую СТ-шки. На новое ЛТ, точнее, на Т-21. И однозначно могу сказать, что где-то примерно те же самые цифры вам и нужно будет накопить опыта. То есть примерно 1028. То есть, еще раз повторяю. Сейчас какая у меня задача? Пройти М5, купить М7 и играть на нем, играть, пока не наберется 27-28 тысяч опыта. Потом я его бросаю и жду патча 0.8.2. Чтобы уже потом готовым быть к танку Т-21, легкому, американскому, на шестом уровне. И уже не медля, ни секунды его качать дальше до чудесного его продолжения. Вот такая вот, собственно, тема. Я думаю, что вы и без меня об этом всем, конечно же, догадались. Но, однако, тем не менее, бой, который мы посмотрели, он уже почти подходит к концу. Забегая вперед, он получился очень даже урожайным по фрагам. И 1800 урона за бой я нанес с этой фугасницы-то на четвертом уровне. Но, конечно, попал в топ, поэтому это все не счетово, нечестно. Ну, как нечестно. Закинуло раз. Второй раз уже не закинет. И гарантированно такого удовольствия в каждом бою, конечно, от М5-4-то не дождешься. На этом у меня все. Готовьтесь к новым американцам. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Перед вами итоги. ПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОПОП